Утро от первого, мы на месте. Ты на нас за рвотом, кушай, и летать у сколы голоса. Угазов принят, уезжаем. Ночью, примерно в 12 часов, на пульт 102 поступил звонок от жителей улицы Толебе. Горожане сообщили, что недалеко от Верхнего базара, рядом с маркетом Сулпак, лежит женщина со слабыми признаками жизни. На место происшествия выехал дежурный патрульный экипаж и автобус передвижного пункта полиции. На месте вызова полицейские действительно обнаружили женщину лет 40-45, которая заявила сотрудникам правопорядка, что едва не подверглась насилию. Я просто через праздник выпила, чуть-чуть выпила его. Я домой ехала, выпала там. Он утащил меня, хотел изнасиловать. Кто хотел вас изнасиловать? Он там один мужик. Вы можете описать его? Там он сидит или нет? Он уже ушел. Вы можете его описать? Какой он? Небосокого роста он. На место происшествия полицейские вызвали бригаду врачей, которые оказали женщине медицинскую помощь. Серьезных травм пострадавшей медики не обнаружили, но диагностировали алкогольное опьянение. Нет алкогольное опьянение тут в средней степени. Средней угрозы нет, да? В ходе очередного рейда сотрудники дорожно-патрульной полиции выявили несколько нарушителей правил дорожного движения. Так, возле парка «Мир фантазии» установлены знаки, запрещающие вдоль дороги парковку. Тем не менее, водители их постоянно игнорируют. Этот молодой человек в поле зрения полицейских попал одним из первых. Не штрафуйте меня, пожалуйста. Я грубо не нарушал правила дорожного движения. Я остановился ненадолго под знаком. Перешел на другую сторону дороги, чтобы поговорить с другом. И в этот момент вы подъехали. Впрочем, эти объяснения полицейские вескими не признали и оформили административный штраф. Такое же нарушение полицейские зарегистрировали на проспекте Республики при выезде из города, недалеко от моста через реку Бадам. Водитель «Опеля Вектора» оставил автомашину в зоне действия, знака запрещающего остановку. Владельца найти полицейским сразу не удалось. Прождав его более получаса, сотрудники полиции вызвали эвакуатор, чтобы отправить автомашину на штраф в стоянку. Водитель появился в самый последний момент. На него полицейские составили административный штраф и теперь готовят материалы для передачи в суд. А это видео нашей передачи по WhatsApp передали очевидцы ДТП, которое произошло в Туркестане. Как пояснили очевидцы, водитель «Мерседеса» вышел из машины, чтобы сходить в магазин. В этот момент его друг сел за руль, тронулся с места и, не справившись с управлением, врезался в дерево. К счастью, в ДТП никто не пострадал. А в Шенкенте в аварии пострадали четыре автомашины. Видео этого ДТП нам также предоставили очевидцы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Причины аварии сейчас выясняют дознаватели Дорожно-патрульной полиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Он заинтересовался, уезжаем. В результате дорожно-транспортного происшествия по случаю. Субтитры подогнал «Симон» Вы же принято, уезжаем.